Военный лагерь у стен Брестской крепости. Просто так сюда не попадешь. Нужны документы, военная форма для мужчин и наряды для дам с 40-х годов прошлого века. Живут здесь по строевому уставу, который действовал в 41-м. Соблюдается максимальная историческая достоверность. В 2017-м воссоздавать в городе над Богом атмосферу последнего мирного и первого военного дня приехало 450 реконструкторов из 11 стран мира. У нас основная цель это не сделать шоу. Мы хотим показать мерзость войны, насколько это недопустимо. Обычная реконструкция вся заканчивается, эйфорией победы, военно-историческая реконструкция, взятие Рейхстага, либо форсирование Днепраду, захват вражеских позиций. У нас этого нет. У нас основная наша цель это трагизм. И сделать так, чтобы те зрители, которые вначале, может быть где-то с улыбкой на это смотрят, в конце просто молчали. Даже если мы не видим плачущих лиц в конце реконструкции среди зрителей, мы считаем, что цель не достигнута. Я здесь, потому что это интересно. Я считаю, что мы должны ездить сюда, потому что такие мероприятия вроде этого сближают нас к нашим прошлым. И мы можем лучше понять его. Впервые участие в Брестской реконструкции принимают представители чешских военно-исторических клубов. Гости областного центра уверены, только вместе мы сможем сохранить честную, без искажений память о событиях тех лет. Наши земли сразилась Красная армия и Американская армия. И маленькую часть нашей земли освобождила Американская армия. И у нас с всего часа говорят, что большую часть освобождила Американская армия. А это нет правды. То есть вы здесь для того, чтобы правда жила? Жила и в следующее поколение. Надо нашим людям вспомнить эти герои и работу, и труд бойцев Красной армии в борьбе против фашизма. Житель Риги Айвар Абалиндж приезжает в Брест в третий раз. Мужчина признается, это важная часть его жизни. Отмечает, с каждым годом уровень мероприятия растет. Реконструкторы глубже изучают историю, тщательнее готовят костюмы. В этом году Айвар Янович и сам подошел к вопросу по-иному. Воссоздал не просто военный образ, а образ своего земляка, который погиб, защищая крепость. Был такой командир полка, лицет из латыш, он красный латышский стрелок. Его дочки еще живы, живут в Латвии, который в первый день, командир полка, 455-го, погиб именно здесь, на этой земле. Поэтому посчитал за честь воссоздать образ этого человека. Ну, естественно, приклеить усы, восстановить награды, форму, все звания, чтобы участвовать в этом мероприятии. Марш реконструкторов – событие, которое особенно ждут его участники. Именно он дает старт основной части Международного фестиваля военно-исторической реконструкции 22 июня «Брестская крепость». Единый строй, четкий шаг, военная выправка и форма, наряды для дам. Без машины времени все это переносит зрителей и участников на 76 лет назад. В атмосферу пока еще мирного, такого же теплого июньского дня 1941 года.